Любите ли вы читать книги вслух? Я, например, очень люблю и делаю это достаточно часто, сам для себя. Потому что это в первую очередь доставляет удовольствие читающему. И сегодня будет нетипичное видео для моего канала. Нетипичный выпуск моего видеодневничка. Сегодня я буду читать книгу, причем книгу, не имеющую отношения к Камчатке, ровным счетом никакого. Сегодня я буду читать книгу Диагена Лаэртского о жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Эта книга вышла в свет в серии «Философское наследие». Эта серия выпускалась Институтом философии Академии наук СССР. Перевел Диагена Лаэртского. Великой Михаил Леонович Гаспаров. А вступительную статью написал не менее великой, а еще более великой Алексей Федорович Лосев. И вот как раз с Лосева я и начну увлекательное чтение. Я прочитаю выдержки из его вступительной статьи к изданию Диагена Лаэртского, еще называемого Диагеном Лаэрцием или попросту Лаэрцием. Статья Алексея Федоровича Лосева называется Диаген Лаэрций и его метод. Еще раз напомню, что я буду читать только в выдержке из статьи Алексея Федоровича Лосева. Это компот из натуральных камчатских ягод. Читатель, взявший в руки книгу Диагена Лаэрция и даже не прочитавший ее, а только перелиставший, сразу убеждается в том, что хотя она и посвящена истории греческой философии, но сама-то греческая философия за некоторыми небольшими исключениями изложена в ней чрезвычайно спутанно, без последовательной хронологии, не говоря уже о последовательном историзме. Книга переполнена всякими не относящимися к делу биографиями, анекдотами, уклонениями в сторону и острыми словцами. С одной стороны, читатель Диагена Лаэрция будет вполне разочарован уже по одному тому, что у него он не найдет никакого систематического изложения истории греческой философии. С другой стороны, однако, всякий читатель Диагена Лаэрция переживает настоящее удовольствие, погрузившись благодаря этой книге в самую гущу античной жизни и надевевшись разнообразным и ярким личностям, изображенным здесь, и получает несомненное удовольствие отсюда разбросанной здесь античной и антической соли. Несмотря на полное несоответствие содержания этой книги и ее теме, она является замечательным памятником античной книги вообще, после чего можно только удивляться, насколько же новоевропейские излагатели античной философии скучны и далеки от самого духа и стиля античного мышления, несмотря на свое безусловное превосходство в методах последовательно исторического или систематически логичного изложения философии древних. Прежде всего совершенно неизвестно, пишет Алексей Федорович Лосев, что это за имя Диоген Лаэрции, где этот Диоген Лаэрции жил и писал, какова датировка его жизни и даже какое точное название принадлежит его сочинению. Насколько можно судить по Стефану Византийскому, которому принадлежит первое упоминание о Диогене Лаэрции в шестой век нашей эры. Слово Лаэрции должно указывать на какой-то город, корейской, Лаэрту, что было бы естественно, поскольку имена всех греческих деятелей обычно сопровождаются указанием на тот город, откуда они происходят. Диоген Аполонийской, Демокрит Абдерской и так далее. Однако ни в каких словарях невозможно найти такого города Лаэрты, так что возникает вопрос, существовал ли такой город на самом деле. Было высказано предположение, что Лаэрций – это прозвище, подобное тем прозвищам, которые иной раз давались в Греции деятелям, носившим слишком обычное и частое, слишком популярное имя. Кажется, можно немного больше сказать о времени жизни Диогена Лаэрция. Дело в том, что Диоген Лаэрций последним по времени философом называет Сатурнина. А этот Сатурнин является учеником секста импирика, жившего и действовавшего около 200 года. Кроме того, Диоген Лаэрций ни одним словом не упоминает неоплатонических деятелей, а основатель неоплатонизма – плотин. Жил в годы 203-269. Следовательно, вытекает, как будто бы с достаточной точностью, что Диоген Лаэрций жил и действовал в конце 2-го и в 1-е десятилетия 3-го века. Тем более, что плотин, как известно, стал записывать в своей лекции лишь после 250-го года. Далее «Не существует», – пишет Алексей Федорович Лосев, и точного названия книги. В Парижской рукописи 1759-го года это заглавие читается так «Диоген Лаэрция жизнеописания и мысли тех, кто прославился в философии и в кратком виде сводково зрений каждого учения». Сапатер просто называет книгу «Диоген Лаэрция жизнеописаниями философов». У Стефана Византийского также значится буквально «История философа». Каковое название Хиггс понимает как философская история. У Естафия также кратко «Жизнеописания софистов», где под словом «софист», как это и вообще часто в греческой литературе, понимается просто «мудрец» или «практический мудрец». В конце наиболее полных рукописей стоит более точно «Лаэрция – диогеносводка жизнеописаний философов и их учений в десяти книгах». Прибавим к этому также и то, что у Диогена Лаэрция был еще целый сборник эпиграмм на разных философов, о чем он сам говорит и откуда вероятно, все многочисленные эпиграммы Диогена Лаэрция к каждому философу в ее книге, в его книге. В итоге необходимо сказать, что поскольку всякие достоверные сведения и об имени Диогена Лаэрция, и о названии его трактата отсутствуют, то мы в дальнейшем будем условно называть автора трактата просто Диогеном Лаэрцием, а его трактат и тоже условно «Историей философии». Хотя Диоген Лаэрций, пишет Алексей Федорович Лосев, дает множество разного рода сведений по истории греческой философии, для начала нужно просто забыть, что мы имеем здесь дело с трактатом по греческой философии. В этом трактате можно прочитать все, что угодно о греках, в том числе, конечно, и о греческих мыслителях, о целых эпохах культурного развития, о поэзии многих греческих авторов и вообще о природе и жизни в Древней Греции. Очень часто Диогена Лаэрция интересует не данный мыслитель как таковой, но его биография, да и биографии эти часто полны курьезов, необычных стечений и обстоятельств, полны разного рода анекдотов, остроумных изречений и не относящихся делу случайных происшествий. Особенный интерес вызывают у Диогена Лаэрция пикантные подробности из жизни людей, часто доходящие до полного неприличия. О Сократе, например, приводятся не только сведения о том, что у него была жена, но и сведения о том, что у Сократа было две жены одновременно. Основное место в сочинении Диогена Лаэрция занимают анекдоты. Все его рассказы о философах и мыслителях буквально полны разнообразных анекдотов. Многих мыслителей он излагает только в виде какого-нибудь одного тезиса, без всякого развития и без всяких доказательств этого последнего, а иной раз и просто упоминается какое-то имя и больше ничего. Так что остается неизвестным, каково же отношение данного человека к философии. Но повторяем, не нужно слишком свысока относиться к Диогену Лаэрцию за его свободное обращение с фактами, приводимым без всякой их истории и систематизации. Наоборот, это-то и делает трактат Диогена Лаэрция замечательно интересной античной книгой, которая никогда не теряла, и еще и теперь не теряет своего интереса, несмотря на весь, содержащийся в ней, историко-философский сумбур. Перед нами здесь выступает вольный и беззаботный грек, который чувствует себя весело и привольно не только вопреки отсутствию последовательной системы и более или менее точно излагаемой истории, но скорее именно благодаря этому отсутствию. Причем не нужно думать, что перед нами здесь какой-то дилетант или невежда. Диоген Лаэрций много всего читал, и несомненно читал значительную часть излагаемых их им философских трактатов. Во всяком случае, любую ничтожнейшую мелочь он подтверждает ссылкой на какой-нибудь источник, и источники эти у него часто весьма авторитетные, вроде, например, того же Аристотеля. Беря в руки трактат Диогена Лаэрция, удивляясь его наивности и хаотичности, мы не только доставляем себе удовольствие от этого веселого барахтанья Диогена в сотнях и тысячах непроверенных молодостоверных фактов, мы погружаемся еще и в эти веселые приспросторы античной историографии и начинаем понимать, до какой степени античный грек мог чувствовать себя беззаботно в такой серьезной области, как история его же собственной, то есть древнегреческой философии. Наконец, дело здесь не просто в литературном удовольствии, которое получает современный читатель от этого трактата, пришедшего к нам из давно погибшей цивилизации, а также из довольно чужой для нас культурной атмосферы. И завершает Алексей Федорович Лосев свою вступительную статью вот таким вот абзацем. Вообще же вовсе не в историко-философском анализе заключается ценность трактата Диогена Лаэрция. Его трактат – это любопытнейшая и интереснейшая античная смесь всего важного и неважного, первостепенного и второстепенного, всего серьезного и забавного. Во всяком случае, современный читатель Диогена Лаэрция после прочтения его трактата несомненно окунется в безбережное море античной мысли и некоторое время подышит воздухом подлинной античной цивилизации. А требовать чего-то большего, даже от самого серьезного античного трактата, было бы и антинаучно, и антиисторично. Ну а теперь, а теперь мы приступим непосредственно к чтению Диогена Лаэрция. Знакомить вас С текстом Диогена Лаэрцкого я начну С главы, посвященной Его тез Диогену Синопскому Диоген Синопской Сын Менела Гегесия По словам Диогла, его отец, заведовавший казенным минельным столом, портил монету и за это подвергся изгнанию. А Евбулит в книге о Диогене говорит, что и сам Диоген занимался этим и потом скитался вместе с отцом. И сам Диоген в сочинении Барс признает, что он обрезывал монеты. Некоторые рассказывают, что его склонили на это работники, когда он был назначен заведовать чеканкой, и что он, отправившись в Дельфы или в Дилийское храм на родине Аполлона, спросил, сделать ли ему то, что ему предлагают. Оракул посоветовал ему сделать переоценку ценностей. А он не понял истинного смысла, стал подделывать монету, был уличен и, по мнению одних, приговорен к изгнанию, по мнению других, бежал сам в страхе перед наказанием. Некоторые сообщают, что он получал деньги от отца и портил их, и что отец его умер в тюрьме. А сам он бежал, явился в Дельфы и спросил Оракула не о том, заниматься ли ему порчей монеты, а о том, что ему сделать, чтобы прославиться. Тут-то он и получил ответ, о котором было сказано. Придя в Афины, он примкнул к антисфену. Тот по своему обыкновению никого не принимать, прогнал было его, но Диоген упорством добился своего. Однажды, когда тот замахнулся на него палкой, Диоген, подставив голову, сказал, бей, но ты не найдешь такой крепкой палки, чтобы прогнать меня, пока ты что-нибудь не скажешь. С этих пор он стал учеником антисфена и, будучи изгнанником, повел самую простую жизнь. Феофраст в своем мегарике рассказывает, что Диоген понял, как надо жить в его положении, когда поглядел на пробегавшую мышь, которая не нуждалась в подстилке, не пугалась темноты и не искала никаких мнимых наслаждений. По некоторым сведениям, он первый стал складывать вдвое свой плащ, потому что ему приходилось не только носить его, но и спать на нем. Он носил суму, чтобы хранить в ней пищу, и всякое место было ему одинаково подходящим и для еды, и для сна, и для беседы. Поэтому он говаривал, что афиняне сами позаботились о его жилище и указывал на портик Зевса и на Помпеон. Сперва он опирался на палку лишь тогда, когда выбивался из сил, но потом носил постоянно и ее, и свою суму не только в городе, но и в дороге. Так сообщают афинский предстатель Олимпиадор, Ритар Палиевт и Лисании, сын Эсхриона. Однажды в письме он попросил кого-то позаботиться о его жилище, но тот промежком, и Диоген устроил себе жилье в глиняной бочке при храме Матери Богов. Так он сам объясняет в своих посланиях. Желая всячески закалить себя, летом он перекатывался на горячий песок, а зимой обнимал статуи, запорошенные снегом. Ко всем он относился с язвительным презрением. Он говорил, что Евклида не учники, а желчевики, что Платон отличается не красноречием о пусторечием, что состязания на празднике Дионисии это чудеса для дураков, и что демагоги это прислужники черни. Еще он говорил, что когда он видит правителей, врачей или философов, то ему кажется, будто человек самая разумная из живых существ, но когда он встречает снотолкователей, прорицателей или людей, которые им верят, а также тех, кто чванит со славой или богатством, то ему кажется, будто ничего не может быть глупее человека. Он постоянно говорил, для того, чтобы жить как следует, надо иметь или разум, или петлю. Однажды, заметив, что Платон на роскошном перу ест оливки, он спросил, как же так, мудрец? Ради таких вот перов ты ездил в Сицилию, а тут не берешь даже того, что стоит перед тобою. Клянусь богами, Диоген, ответил тот, я и в Сицилии все больше ел оливки и прочую подобную снеть. А Диоген, зачем же тебе понадобилось ехать в Сиракузы? Или в Аттике тогда был не урожай на оливке? Впрочем, фаворин в разнообразном побествовании приписывает эти слова Аристипу. В другой раз он повстречал Платона, когда ел сушеные фиги и сказал ему, прими и ты участие. Тот взял и съел. А Диоген, я сказал, прими участие, но не говорил, поешь. Однажды, когда Платон позвал к себе своих друзей, приехавших от Диоген, и Диоген стал топтать его ковер со словами, попираю Платонову суетность. На что Платон заметил, какую же ты обнаруживаешь спесь, Диоген, притворяясь таким смиренным. Другие передают, будто Диоген сказал, попираю Платонову спесь, а Платон ответил, попираешь собственной спесью Диоген. Именно за это Платон и обозвал его собакой, как пишет Сатион в четвертой книге. Диогену случалось просить у него то вина, то сушеных фиг. Однажды Платон послал ему целый бочонок, а он на это, когда тебя спрашивают, сколько будет два и два, разве ты отвечаешь двадцать? Эдак ты, и даешь не то, о чем просят, и отвечаешь, не о том, о чем спрашивают. Так он посмеялся над многоречивостью Платона. На вопрос, где он видел в Греции хороших людей, Диоген ответил, хороших людей нигде, хороших детей в Лакедемоне. Однажды он рассуждал о важных предметах, но никто его не слушал. Тогда он принялся верещать по птичьему. Собрались люди, и он пристыдил их за то, что ради пустякова не сбегаются, а ради важных вещей не пошевелятся. Он говорил, что люди соревнуются, кто кого столкнет пинком в канаву, но никто не соревнуется в искусстве быть прекрасным и добрым. Он удивлялся, что грамматики изучают бедствия Одиссея и не ведают своих собственных. Музыканты ладят струны на лире и не могут сладить собственным нравом. Математики следят за солнцем и луной, они ведят того, что у них под ногами. Ритеры учат правильно говорить и не учат правильно поступать. Наконец, скряги ругают деньги, а сами любят их больше всего. Он осуждал тех, кто восхваляет честных бессребреников, а сам втихомолку завидует богачам. Его сердило, что люди при жертвоприношении молят богов о здоровье, а на перу после жертвоприношения объедаются во вред здоровью. Он удивлялся, что рабы, ведя обжорство хозяев, не растаскивают их еду. Он хвалил тех, кто хотел жениться и не женился, кто хотел путешествовать и не поехал, кто собирался заняться политикой и не сделал этого, кто брался за воспитание детей и отказывался от этого, кто готовился жить при дворе и не решался. Он говорил, что, протягивая руку друзьям, не надо сжимать пальцы в кулак. Менип в книге «Продажа Диогена» рассказывает, что, когда Диоген попал в плен и был выведен на продажу, то на вопрос, что он умеет делать, философ ответил «Властвовать людьми» и попросил влашатая «Объяви, не хочет ли кто купить себе хозяина». Когда ему не позволили присесть, он сказал «Неважно, ведь как бы рыба не лежала, она найдет покупателя». Удивительно говорил он, что, покупая горшок или блюдо, мы пробуем, как они звенят, а покупая человека, довольствуемся беглым взглядом. Ксениаду, который купил его, он заявил, что, хотя он и раб, но хозяин обязан его слушаться, как слушался бы врача или кормчего, если б врач и кормчий были бы рабами. Евбул в книге под названием «Продажа дротики». А потом в Палестре он велел наставнику закалять их не так, как борцов, но лишь настолько, чтобы они отличались здоровьем и румянцем. Дети запоминали наизусть многие отрывки из творений поэтов, историков и самого Диогена. Все начальные сведения он излагал им кратко для удобства запоминания. Он учил, чтобы дома они сами о себе заботились, чтобы ели простую пищу и пили воду, коротко стриглись, не надевали украшений, не носили ни хитонов, ни сандалий, а по улицам ходили молча и потупив взгляд. Обучал он их также и охоте. Они в свою очередь тоже заботились и о Диогене и соступались за него перед родителями. Тот же автор сообщает, что у Ксениада он жил до глубокой старости и когда умер, то был похоронен его сыновьями. Умирая, на вопрос Ксениада, как его похоронить, он сказал лицом вниз. Почему спросил тот? Потому что скоро нижнее станет верхним, ответил Диоген. Так он сказал, потому что Македония уже набирала силы и из слабой становилась мощной. Когда кто-то привел его роскошное жилище и не позволил плевать, он, откашлившись, сплюнул в лицо спутнику, заявив, что не нашел места хуже. Впрочем, другие приписывают это Аристипу. Однажды он закричал «Эй, люди!» Но когда сбежался народ, напустился на него с палкой, приговаривая «Я звал людей, а не мерзавцев». Так пишет гекатон гекатон в первой книге изречений. Говорят, что даже Александр сказал, если бы я не был Александром, я хотел бы быть диагеном. С ума с шедшими называл он неумалишенных о тех, кто не ходит с умой. Митрокл в изречениях рассказывает, что однажды он явился к юношам на пир полуобрит, и его поколотили. Тогда он написал имена колотивших на доске и ходил с этой доскою на показ, пока не отплатил им, выставившие их так на позор и поношение. Он говорил, что для людей с добрым именем он пес, но никто из этих людей почему-то не решается выйти с ним на охоту. Человеку, сказавшему на пифийских играх я победил многих мужей, он ответил нет, многих рабов, а мужей побеждать это мое дело. Тем, кто говорил ему ты стар, отдохни от трудов, он отвечал как? Если бы я бежал дальним бегом и уже приближался к цели, разве не следовало бы мне скорее напрячь все силы вместо того, чтобы уйти отдыхать? Когда его позвали на пир, он отказался, заявив, что недавно он пошел на пир, но не видел за это никакой благодарности. Босыми ногами он ходил по снегу, о других его поступках такого рода уже говорилось. Он пытался есть сырое мясо, но не мог его переварить. Однажды он застал оратора Демосфена в харчевне за завтраком. При виде его Демосфен перешел во внутреннюю комнату. От этого ты тем более находишься в харчевне, сказал Диоген. Когда приезжие хотели посмотреть на Демосфена, он указывал на него средним пальцем со словами «Вот вам правитель афинского народа». Желая наказать человека, который, уронив хлеб, постеснялся его поднять, он привязал ему горшок на шею и поволок через керамик. Он говорил, что берет пример с учителей пения, которые нарочно поют тоном выше, чтобы ученики поняли, в каком тоне нужно петь им самим. Большинство людей, говорил, он отстоит от сумасшествия на один только палец. Если человек будет вытягивать средний палец, его сочтут сумасшедшим, а если указательный, то не сочтут. Драгоценные вещи, по его словам, ничего не стоят и наоборот. Например, за статую платят по три тысячи, а за меру ячменя два медных обола. Ксениаду, когда тот его купил, диагент сказал, смотри, делай теперь то, что я прикажу, а когда тот воскликнул вспять, потекли источник и рек, сказал, если бы ты был болен и купил себе врача, ты ведь слушался бы его, а не говорил бы, что вспять потекли источники рек. Кто-то хотел заниматься у него философией. Диагент дал ему рыбу и велел в таком виде ходить за ним, но тот застыдился, бросил рыбу и ушел. Спустя некоторое время Диагент вновь повстречал его и со смехом сказал, нашу с тобою дружбу разрушила рыба. Впрочем, у Диокла это записано так. Кто-то попросил, научи меня разуму, Диаген. Философ, отведя его в сто ровну, дал ему сыр ценою в пол обола и велел носить при себе. Тот отказался, и Диагент сказал, нашу с тобою дружбу разрушил сырок ценою в пол обола. Увидев однажды, как мальчик пил воду из горсти, он выбросил из сумы свою чашку промолвил, мальчик превзошел меня простотой жизни. Он выбросил и миску, когда увидел мальчика, который, разбив свою плошку, ел чечевичную похлебку из куска выеденного хлеба. Рассуждал он следующим образом. Все находится во власти богов. Мудрецы друзья богов, но у друзей всеобщее, следовательно, все на свете принадлежит мудрецам. Увидев однажды женщину, непристойным образом распростершуюся перед статуями богов, и желая избавить ее от суеверия, он, по словам Заила из Перги, подошел и сказал, а ты не боишься, женщина, что, может быть, бог доходится позади тебя, ибо все полно его присутствием, и ты ведешь себя непристойно по отношению к нему. В храм Асклепия он подарил кулашного бойца, чтобы он подбегал и колотил тех, кто падает ниц перед богом. Он часто говорил, что над ним исполнились трагические проклятия, ибо он никто иной как, лишенный крова, города, отчизны, живущий сотня на день нищий странник. Говорил он так же, что судьбе он противопоставляет мужество, закону природу, страстям разуму. Когда он грелся на солнце в кране, Александр, остановившись одним, сказал, прости у меня, чего хочешь. Диоген отвечал, не заслоняй мне солнце. Когда кто-то читал длинное сочинение, и уже показалось неисписанное место в конце свитка, Диоген воскликнул, ну жайте с други, виден берег. Софисту, который силогизмом доказал ему, что он имеет рога, он ответил, пощупав свой лоб, а я таки их не нахожу. Таким же образом, когда кто-то утверждал, что движения не существует, он встал и начал ходить. Рассуждавшего о небесных явлениях, он спросил, давно ли ты спустился с неба. Когда один развратный евнух, написал у себя на дверях, да не влитит сюда ничто дурное, Диоген спросил, а как же войти в дом самому хозяину. Умастив себя ноги благовониями, он объяснял, что от головы благоухание поднимается в воздух, а от ног к ноздрям. Афинине просили его принять посвящение в мистерии, уверяя, что посвященные ведут в Аиде лучшую жизнь. Смешно, сказал Диоген, если Агесилай и Апоминонт будут томиться в грязи, а всякие ничтожные люди из тех, кто посвящен обитать на островах блаженных. Заметив мышей, подбиравшихся к его еде, он воскликнул, смотрите, и при Диогене кормятся на хлебнике. Платону, обозвавшему его собакой, он ответил, и верно, ведь я прибежал обратно к тем, кто меня продал. Выходя из бани на вопрос, много ли людей моется, он ответил, мало, а на вопрос, полна ли баня народу, полна. Когда Платон дал определение, имевшее большой успех, человек есть животное, о двух ногах лишенное перьев, Диоген ощипал петуха и принес к нему в школу, объявив, вот, платоновский человек. И после этого к определению было добавлено и с широкими ногтями. Человеку, спросившему, в какое время следует завтракать, он ответил, если ты богат, то когда захочешь, если беден, то когда можешь. Видя, что в мегарах овцы ходят в кожаных попонах, а дети бегают голыми, он сказал, лучше будь у мегарца бараном, чем сыном. Когда кто-то задел его бревном, а потом крикнул берегись, он спросил, ты хочешь меня еще раз ударить? Он говорил, что демагоги это прислужники толпы, а венки прыщи славы. Среди бела дня он бродил с фонарем в руках, объясняя, ищу человека. Однажды он голый стоял под дождем, и окружающие жалели его. Случившийся при этом Платон сказал им, если хотите пожалеть его, отойдите в сторону, имея в виду его тщеславее. Когда кто-то стукнул его кулаком, он воскликнул, Геракл! Как это я не подумал, что нельзя ходить по улице без шлема? Но когда Мидий ударил его кулаком и сказал, вот тебе три тысячи на стол, он на следующий день надел ремни для кулашного боя и отколотил Мидия, приговаривая, а вот тебе три тысячи на стол. Торговец надобьями Лисии спросил его, верит ли он в богов? Как же не верить, сказал Диоген, когда тебя иначе назвать не могу, как богом обижены. Впрочем, некоторые приписывают это Феодору. Видя, как кто-то совершал обряд очищения, и он сказал несчастный, ты не понимаешь, что очищение так же не исправляет жизненные грехи, как и грамматические ошибки. Он порицал людей за их молитвы, утверждая, что они молят не об истинном благе, а о том, что им кажется благом. Тем, кто боялся недобрых, снова он говорил, что они не заботятся о том, что делают днем, а беспокоятся о том, что приходит ему в голову ночью. Когда на Олимпийских играх Глашатой возвестил Диоксип победил всех мужей, Диоген сказал, он побеждает рабов, а мужей побеждаю я. Однако Афинии его любили. Так, когда мальчишка разбил его бочку, они его высекли, а Диогену дали новую бочку. Стоик, Дионисий говорит, что при херане Диоген попал в плен, был приведен к Филиппу, и на вопрос, чем он занимается, ответил, слежу за твоей ненасытностью. Изумленный таким ответом царь отпустил его. Александр однажды прислал в Афины к Антипатру письмо с человеком по имени Афлий Жалкой. Диоген сказал, шел Жалкой с Жалкин к Жалкому от Жалкого. Когда Пердика грозился казнить Диогена, если он не явится к нему, Диоген ответил, невелика важность, то же самое могли бы сделать жук или фаланга. если бы он объявил, что ему без меня хорошо живется. Часто он объявлял во всеуслышание, что боги даровали людям легкую жизнь, а те омрачили ее, выдумывая медовые сласти, благовония и тому подобное. По той же причине он сказал человеку, которого обувал его раб, ты был бы счастлив вполне, если бы он заодно и нос тебе утирал, отруби же себе руки, тогда так оно и будет. Однажды, увидев, как храмоохранители вели в тюрьму человека, укравшего из храмовой казны какую-то чашу, он сказал, вон, большие воры ведут мелкого. Увидев, как мальчик шевыряет камешки в крест, он сказал, славно ты попадаешь в свою цель. Мальчишкам, обступившим его и кричавшим «Берегись!» он кусается. Диоген сказал, не трусьте, ребята, такой белой свеклы ни одна собака в рот не возьмет. Человеку, который хвалился львиной шкурой, он сказал, перестань позорить облачение доблести. Если кто-то, завидуя Калисфену, рассказывал, какую роскошную жизнь делит он с Александром. Диоген заметил, вот уж несчастлив тот, кто и завтракает и обедает, когда это удобно Александру. Когда это угодно Александру. Нуждаясь в деньгах, он просил друзей не дать ему деньги, а отдать его деньги. Рукоблудствуя на глазах у всех, он приговаривал, вот кабы и голод можно было унять, потирая живот. Увидев мальчика, который шел на пирк сатрапом, он отащил его в сторону и отдал домашним поднадзор. А когда мальчик в пышном наряде обратился к нему с вопросом, он сказал, что не ответит, пока тот не скинет наряд и не покажет, мужчина он или женщина. Мальчику, забавлявшемуся в бане игрой в катаб, он сказал, чем лучше играешь, тем хуже тебе. На одном обеде застольники швырнули ему кости как псу, он отошел и помочился над ним, на них как пес. Ораторов и вообще всякого, кто хотел прославиться красноречием, он называл трижды человеком, то есть трижды несчастным. Невежественного богача он называл злоторунным бараном. Увидев дом одного распутника с надписью продается, он сказал, я так и знал, что после стольких попоек ему нетрудно изрыгнуть своего владельца. Мальчику, жаловшемуся, что все к нему пристают, он сказал, а ты не выставляй на показ все тризнаки своей похотливости. Об одной грязной бане он спросил, а где мыться тем, кто помылся здесь? Он один хвалил рослого кефареда, которого все ругали. На вопрос, почему он это делает, он ответил, потому что, несмотря на свои возможности, он занимается кефарой, а не разбоем. Кефареда, от которого постоянно убегали слушателей, он приветствовал, здорово, петух. Почему петух? Потому что ты всех поднимаешь на ноги. Один юноша разглагольствовал перед народом. Диоген набил себе пазуху волчьими бобами, сел напротив него и стал их пожирать. Когда все обратили взгляды на него, он сказал удивительно, как это вы все забыли о мальчишке и смотрите на меня. Один человек, известный крайним суеверием, сказал ему, вот я разобью тебе голову с одного удара, а вот я чихну налево, и ты у меня задрожишь, возразил Диоген. Гегесий просил почитать что-нибудь его сочинений. Дурак ты, Гегесий, сказал Диоген, нарисованным фигом ты предпочитаешь настоящие, а живого урока не замечаешь и требуешь писаных правил. Кто-то корил Диогена за его изгнание. Несчастный, ответил он, ведь благодаря изгнанию я стал философом. Лисинопа осудили тебя скитаться. А я их оставаться дома, ответил Диоген. Увидев как один олимпийский победитель по совету, он сказал, быстро же ты, милейший, променял ресталище на пастбище. На вопрос, почему атлеты такие тупицы, он ответил, потому что мясо в них свиное и бычье. Он просил подаяние у статуи. На вопрос, зачем он это делает, он сказал, чтобы приучить себя к отказам. Прося у кого-то подаяние, как он делал вначале по своей бедности, он сказал, если ты подаешь другим, то подай мне, если нет, то начни с меня. Тиран спросил его, какая медь лучше всего годится для статуи. Диоген сказал, та, из которой отлиты гармодии и аристогетон. На вопрос, как обращается Дионисий с друзьями, он их видел так же, как с мешками. Полные подвешивают в кладовой, а пустые выбрасывают. Один новобрачный написал на своем доме, «Зевесов сын, Геракл победоносный здесь обитает, да не внидет зло». Диоген переписал, сперва война, потом союз. Алчность он называл матерью всех бед. Увидев мота, который ел в харчевне оливки, он сказал, если бы так завтракал ты, не пришлось бы тебе так обедать. Добродетельных людей он называл подобиями богов, любовь делом бездельников. На вопрос, что есть в жизни горе с того, он ответил, старость в нищете. На вопрос, какие звери опаснее всего кусаются, он ответил, из диких сикофанд, из домашних льстец. Увидев двух скверно нарисованных кентавров, он спросил, какая лошадь поплоше. Вкратчивую речь он называл медовой удавкой, желудок харибдой жизни. Услышав, что флейтист дедим двужильный, попался с чужой женой, он сказал, его следовало бы повесить за его имя. На вопрос, почему у золота такой нездоровый цвет, он сказал, потому что на него делается столько покушений. Увидев женщину в носилках, он сказал, не по зверю клетка. Увидев беглого раба, который сидел над колодцем, он сказал, не провалиться бы твоему побегу. Заметив мальчишку, ворующего одежды в бане, он спросил, что ты хочешь делать с этим добром, мыться или смываться. Увидев женщин, удавившихся на оливковом дереве, он воскликнул, о, если бы все деревья приносили такие плоды. Увидев вора, крадущего платья, он спросил, он спросил, грабить ли хочешь ты мертвых, лежащих на битвеном поле. На вопрос, есть ли у него рабы или рабыня, он ответил, нет. Кто же тебя похоронит, если ты умрешь, спросил собеседник, тот, кому понадобится мое жилище. Увидев хорошенького мальчика, беззащитно раскинувшегося, он толкнул его и сказал, проснись, пику тебе берегися, вонзят лежащему сзади. Оперующему моту сказал, скоро конец тебе, сын мой, судя по тому, что вкушаешь. Когда Платон рассуждал об идеях и изобретал название для стольности и чашности, диагент сказал, а я вот Платон стол и чашу вижу, а стольности и чашности не вижу, а тот и понятно, чтобы видеть стол и чашу у тебя есть глаза, а чтобы видеть стольность и чашность у тебя нет разума. что, по-твоему, представляет собой диагент, Платон ответил, это безумствующий Сократ. На вопрос, в каком возрасте следует жениться, диагент ответил, молодым еще рано, старым уже поздно. На вопрос, по какому месту лучше положить удары, он ответил, по шлему. Увидев прихорашивающего мальчика, прихорашивающегося мальчика, он сказал ему, если это для мужчин, тем хуже для тебя, если для женщин, тем хуже для них. А увидев краснеющего мальчика, смелей, это краска добродетелей. Услышав, как спорили двое сутяг, он осудил обоих, заявив, что хоть один и украл, другой ничего не потерял. На вопрос, какое вино ему вкуснее пить, он ответил, чужое. Ему сказали, тебя многие поднимают насмех, он ответил, а я все никак не поднимусь. Человеку, утверждавшему, что жизнь зло, он возразил, не всякая жизнь, а лишь дурная жизнь. Когда у него убежал раб, ему советовали пуститься на розыске. Смешно, сказал диоген, если монет может жить без диогена, а диоген не сможет жить без монета. Когда он завтракал оливками, ему принесли пирог, он отбросил его со словами «Прочь, прочь с дороги царской чужеземец», а в другой раз сказал «Бич на оливу занес». Его спросили «Если ты собака, то какой породы?» он ответил «Когда голоден, то мальтийская, когда сыт, то молосская, из тех, которых много хвалят, ну а на охоту с ними пойти не решаются, опасаясь хлопот. Так вот и со мною вы не можете жить, опасаясь неприятностей». На вопрос «Можно ли мудрецам есть пироги?» он ответил «Можно все то же, что и остальным людям». На вопрос «Почему люди подают милостыню нищим и не подают философам?» он сказал «Потому что они знают хромыми и слепыми они, может быть, и станут, а вот мудрецами никогда». Он просил милостыню у скряги, тот колебался «Почтенный», сказал Диоген «Я же у тебя прошу на хлеб, а не на склеб». Кто-то попрекал его «Порчей монеты». «То было время», сказал Диоген «Когда я был таким, каков ты сейчас, зато таким, каков я сейчас, тебе никогда не стать». Кто-то другой попрекал его тем же самым Диоген ответил «Когда-то я и в постель мочился, а теперь вот не мочусь». Придя в Минт и увидел, что ворота в городе огромные, а сам город «Отвен neonат» и шуткий это «Порчей монеты» и шуткий «Порчей», чрезвычайно,